Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе зимняя рыбалка и всё, что с ней связано. И сегодня мы поговорим. Это глубиномер, отцеп и самосвал для зимней рыбалки. Это очень важные инструменты рыбака на зимней рыбалке и для чего они нужны. Давайте начнём. Вот они, очень важные инструменты для рыбака на зимней рыбалке. Это глубиномер, это отцеп и это кормушка-самосвал. Итак, давайте разберём. Кормушка-самосвал и для чего нужна кормушка-самосвал. Кормушка-самосвал нужна, но через лунку прикармливаем рыбу, то есть прикормку. Сюда забиваем прикормку. Есть она уже готовая такая, увлажнённая. Есть немножко и сухая. Можно немножко размочить с водой, тоже сделать такие комки, шарики, чтобы они лучше были на дне держались, чтобы их не сносило течением. И далее, посмотрите, здесь такая шпилька. Закрываем шпилькой нашу кормушку в глубиномер. И посмотрите, здесь очень простая кран-сукса. Здесь два колечка и такая проволока. То есть пока мы спускаем, ничего не происходит. Но тут мы дёргаем и на дно прикорм наш вылетает. Наши шарики, как хотите. Можно просто сделать, чтобы пылило, поменьше воды добавить. И всё, наш прикорм на дне. Вот такая вот кормушечка. Их очень много видов у меня есть. Есть и советские, но конструкция не изменялась. Всё тоже самое осталось. Так, и самый главный инструмент, самый важный, это, конечно, кормушка-самосвал, чтобы мы время от времени прикармливали наше место лова через лунку. То есть, конечно, лучше прикормить, и рыба со временем подойдёт. Далее, посмотрите, следующее. Это всевозможные отцепы. То есть у меня есть отцепы. Это отцепы для мормышек. Потому что мормышки у нас дорогие. Тоже очень важный инструмент. Мы зацепили за корягу, за что-то ещё, нашу мормышку. У нас леска 0.1, она очень лёгкая. Может, и мормышка сама, леска может оборваться. Но чтобы достать эту мормышку, мы просто выбиваем. Мы берём вот застёжку. На застёжку вот закрепляем. Защёлкиваем нашу леску, которая спускается. Леска, к которой привязана мормышка. И здесь привязывается какая-то более надёжная 0.3-0.4 леска. Спускается аккуратно по леске, на которой привязана мормышка. И просто выбивается. И достаётся без всяких проблем. У меня три вот таких вот самодельных отцепчика. В принципе, ими при желании тоже можно и балансир достать. Побить тоже по нему. Вот такие отцепы. Тоже очень нужные инструменты. То есть, тоже должны быть на рыбалке. Чтоб доставать мормышки, зимние блёсны, балансиры. Далее, конечно же, глубиномер. Для чего нужен глубиномер? Посмотрите, у меня он по метражу. Видите? Насечки просто метра два. Мы просто узнаём глубину моментально. Просто почему он такой у меня тяжёлый. Это как со строительного уровня советского старого. Чтобы, знаете, натягивать заборы. У него идти в верёвку, чтобы натягивать верёвку. Что хочу сказать. Глубиномер нужен, чтобы мы сразу не садились. Пробурили лунку и нашли комфортную нам глубину. Два-три метра. Можно им просто, мне проще чувствовать дно. Он быстро падает на дно. Мы быстро прочувствовали. Пробурили лунку. Так, здесь три метра. Не подойдёт. Нам нужно там четыре. Два там метра. Полтора метра. Нашли нужную нам глубину. Ну, им же, если на сильном течении, где-нибудь 6-7 метров, мы узнали быстренько глубину. Он быстро, он очень тяжёлый. Очень быстро идёт ко дну. Очень чувствует дно. Экономит время. 7 метров мы сделали глубину. Им же можно... Узнали глубина 7 метров. Выставили на зимних удочках 7 метров. Если мы не чувствуем маленькой мормышки. И всё равно сделали 7,20. В любом случае, мормышка упадёт на дно, чтобы слишком много не перекручивать лески. Тоже вот такой вот достаточно важный инструмент. Это три вот таких вот инструмента для зимней рыбалки, которые я беру всегда с собой. Кормушка-самосвал. Основные такие. Глубиномер и отцеп. Итак, это далеко не всё, что я беру, конечно, на зимнюю рыбалку. Но я считаю, что это достаточно очень важные инструменты для рыбака на зимней рыбалке. Пишите в комментариях, что вы думаете. Итак, на сегодня всё. Всем, кого понравилось, как всегда, подписываемся. Ставим лайки, также подписываемся на мой инстаграм и группу о рыбалке кулинарей ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока!